Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, немного помучился, но вроде бы все работает отлично Также, ребят, я построил второй этаж, на который перенес комнаты для наших работников То есть здесь у нас работают администраторы, здесь у нас подрядчики отдыхают Также построил на втором этаже туалет, вот такой эскалатор построил И сегодня мы займемся уже кафе и магазинами Почему? Также сейчас объясню Поехали Да, также, ребят, я произвел мелкие улучшения Да, как вы видите, я поменял диваны Поменял полы, сделал нормальными Думаю, это увеличит комфорт наших пассажиров И почему заняться решил именно магазинами с кафе Так как у нас в аэропорту вообще никакого питания практически нет, кроме парочки аппаратов И нам нужен доход, чтобы строить среднюю взлетно-посолодочную полосу Поэтому именно кафе и рестораны, думаю, будут само то Для этого, ребят, сразу хочу вам сказать Служба обеспечения бортпитанием я пытался прокачать Она на малые самолеты не подходит То есть малые самолеты у нас никогда не прилетают С запросом услуги бортпитания, да, вот вилка с ложкой И также, ребят, уборка самолетов тоже для самолетов такого уровня По крайней мере, я ставил, это все не работает Я так понимаю, надо самолеты средние Поэтому именно и решил заняться кафешками Давайте тогда вкачаем наши магазины Начинаем проект И также начнем, ребят, проект кафе и рестораны Сейчас мы сюда посадим людей Так, два А здесь двух у нас не хватает Давайте наймем еще одного администратора Так, персонал Искатели, администраторы Ну, давайте вот такого примерно наймем Чтобы его потом можно было подучить немного И, в принципе, по ценнику он не особо велит Так, обслуживание И добавляем сюда администратора И, естественно, ожидаем, пока это все дело прокачается Да, ребят, кстати, насчет улучшения системы Я думаю, хватит и одного сканера Главное, чтобы сюда, к сканеру, был доступ для работника Видите? У меня тогда его не было Я сделал зону обслуживания, да Чтобы здесь мог находиться наш персонал Также сделал, ребят, вверху здесь подход, видите, для персонала И тогда у меня только стала работать безопасность багажа на максимальный уровень Поэтому, возможно, даже это лишнее Но раз я уже построил, пусть так и будет Ну, а мы ожидаем Проекты у нас реализованы Поэтому начинаем строить кафе и магазины Я думаю, здесь, в стерильной зоне, построить кафешечку А вот в этой зоне поставить магазин Поэтому давайте Сильно большую территорию мы делать, конечно же, не будем Так вот, как вы видите, у нас появились прилавки для продуктов Касса Посещение Помещение для питания Определять помещение, в котором пассажиры могут перекусить В ожидании своих рейсов То есть это мы строим Вот в этой зоне, я так понял Лучше в стерильных, да Давайте строить Вот это у нас идет, наверное, кафешки А это уже определяет помещение, где пассажиры могут приобрести различные товары Да Так что мы построим кафешки У нас в стерильной зоне Давайте Отведем для этого территорию Большую кафешку, ребят, ставить не буду Хотя можно и большую, в принципе, на будущее Давайте, да, наверное, поставим Прямо вот на всю эту катушку Вот такую кафешечку поставим Здесь мы поставим большую дверь Блин, возле туалета не очень, да Давайте вот здесь лучше дверь поставим А то возле туалета как-то невкусно будет, мне кажется Так, хорошо, дверьки мы поставили И давайте сразу построим помещение для магазина Я думаю, его сделать вот на этом месте Большевата, конечно, но На будущее нам как раз, думаю, сойдет Ну, если что, в крайнем случае я потом уменьшу Так, помещение для магазина Так же здесь поставим большие двери Вот здесь даже поставим большие двери А здесь продолжим Вот так Теперь нам надо разметочку нанести нашу Так, вот здесь у нас будет магазин Отлично И здесь у нас будет зона для питания Немаленькая, я вам скажу Так, хорошо Теперь давайте посмотрим, что мы можем тут расставить Кстати, да, ребят Для того, чтобы знать, что нам примерно расставить Нам нужно посмотреть контракт Нам предлагаются, естественно, какие-то контракты Есть нам доступные пятизвездочные контракты Но, ребят, попрошу заметить Для каждого контракта есть определенное количество продаж То есть, если вы заключаете с каким-то магазином С каким-то поставщиком контракты Да, как мы видим, у нас вот здесь четыре контракта Здесь есть какие-то требования Размер помещения, да Потом, какие должны быть витрины Обязательно вот здесь можно посмотреть, да Вот трехзвездочный контракт Какие должны быть витрины И сколько должно быть касс Не сколько, а вообще они просто должны быть И, ребят, когда вы уже заключаете контракт Именно Там в контракте указано, сколько продаж должно быть у вас за сутки То есть, если заключать сильно крутые контракты Там по четыре звезды, да, например Вроде бы доход больше Но контракт потом разрывается Если у вас там нету сто продаж, например, за сутки Да, в этом магазине Давайте примерно посмотрим Все-таки, ну давайте четыре звезды Многовато Давайте не четыре Давайте, ребят, на три звезды заключим контракт Вот есть Ла Френч какой-то Нам нужно семь холодильных витрин, да Давайте построим Семь холодильных витрин Так, холодильная витрина Вот в этой зоне мы их разместим Раз Два Три Четыре Пять Шесть Ну давайте поставим их восемь, да К примеру Пусть строятся Также, ребят, давайте поставим Ну, в принципе, можно и большой поставить Ценники небольшие Поэтому давайте поставим Большую кассу здесь у нас На входе, да, примерно Вот здесь поставим большую кассу И, наверное, ребят, все-таки давайте Каких-то прилавочков сделаем Вот, я не знаю, прилавок для продуктов Я не совсем понимаю, для чего он Так, прилавок для продуктов Пустая столешница для обрамления зоны кафе Или бар Тяжелый случай Давайте мы ее зарядим вот здесь вдоль Стены Я думаю, здесь она будет кстати Чтоб там можно было перекусить Да, к примеру Ну и, например, вот здесь Делаем такие столешницы Так, здесь немножко я переборщил Вот так Вот так сделаем Отлично И давайте, ребята, обязательно поставим еще какие-нибудь витрины нам Касса у нас стоит Здесь пассажиры оплачивают заказными продукты А это столешница, на которой выставляют ассортимент еды и напитков Ну, давайте вот такую еще сделаем Закуски Давайте по одной витрине сделаем таких Так, раз Два И поставим для кофеинчика пару аппаратов Я думаю Даже, я думаю, пока что одного будет достаточно Так, все Это дело у нас готово И давайте теперь займемся магазином Это у нас другая территория Поставим различные здесь Так, это магазином, чтобы продемонстрировать товар покупателям Давайте посмотрим вообще, что у нас по контрактам будет Так, есть контракты Видите, пятизвездочный даже контракт Что нам нужно? Нам нужна территория Полки Десять штучек И стойка для кассира Ну, давайте Полок мы, естественно, сейчас наставим много В принципе, они недорогие Давайте Большие полки поставим Раз Два Так Не совсем ровно получается Так Две Давайте четыре таких полки поставим И различных Средняя полка Вот так будет у нас Потом Так, это у нас что было? Это у нас Едистал какой-то Ну, давайте Поставим парочку Пьедесталов Вот так это будет выглядеть Также у нас есть Настенные полки Как они, правда Ставятся Я еще Не совсем понимаю Раз Два Три Четыре Пять Шесть К примеру, да Семь Восемь Полок у нас достаточно Я думаю, больше В принципе, нам и не нужно Требуется Чтобы продемонстрировать Товар основной Ну, не знаю Давайте Вот как-то Так Замутим Вот что-то Что-то вроде того И также, ребята Обязательно Поставим Кассу Вот так Касса у нас будет Возле входа Чтобы было Все удобненько И магазин Также у нас готов И давайте Заключать Первый контракт Я не знаю Стоит ли заключать Пятизвездочный контракт Ну, реально По продажам Так Холодильные витрины Десять штук Надо Ага А здесь у нас Девять штук Давайте еще Тогда добавим Холодильные 1400 евро 1620 евро Давайте поставим Еще Холодильные витрины Я примерно вам Ребят, покажу Доля Аэропорта Сорок Продаж Для премии Смотрите 100 продаж Для премии Нам надо 100 продаж В сутки Ну, естественно У нас таких продаж Не будет Здесь у нас 205 Нет, что-то я не понимаю На самом деле Ладно, давайте Сейчас разберемся Поставим еще Один Холодильничек Вот так Построим И я думаю Хорошо Я думаю В магазине Именно контракт Уже можно Заключать Сломался Самолет Где-то Вот у нас Контракт Есть Полки 17 из 10 Все В принципе Давайте Вот этот И заключим И вот здесь Давайте Почитаем По крайней мере 143 метра Хорошо По крайней мере 10 полок В нашем распоряжении Пожалуйста Продаж Для получения Болоса В размере 21 тысячи евро Не менее 110 В общем Если не будет 110 продаж То по-моему Даже контракт Расторгнуть Могут Но у нас 110 ребят Не будет Продаж Поэтому я думаю Нам можно Что-то полегче Подыскать Давайте Посмотрим Продаж Для премии 105 Если 4 Продаж Для премии 220 Да ладно Нет Я думаю Все-таки Надо заключать 5-звездочный Контракт Давайте Его наверное И заключим В принципе Все у нас Для этого Есть Подписать Все Первый контракт Пошел И Здесь у нас Достроят Нашу полочку Или нет Отлично Полочка Достроена И здесь Также Ребят Заключаем Контракт Наверное 5 звезд Вот этот Продаж Для получения Бонуса В размере 20 тысяч Евро Почти Не менее 100 Но Естественно У нас Таких Продаж Не будет И Давайте Смотреть Когда Откроется Наш Магазин И Кафешечка Здесь Постоянно У меня Горят Какие-то Значки Но Это Наверное В игре Но Все Магазин У нас Ребята Открыт Как видим Наш Первый Покупатель Я не знаю Что здесь Правда Продают Я не знаю Может Даже Можно Кстати Разделить Магазин На Два И Сделать Два Магазина Заключить Два Контракта Доход Естественно Будет Больше Да Вот Первые Посетители У нас На еду Давайте Им Поставим Какие-нибудь Хорошее Кресло Чтобы Пить Кофе Кстати Вот Здесь Можно Сделать Такой Уголок Да Сейчас Попробуем Вот Такой Уголочек Можно Сделать Чтобы Люди Могли Посидеть Попить Кофеек Также Поставим Здесь Столики Ну Вот Так Я думаю Сойдет И Здесь Нам Надо Ребят Для Кофе Пития Я думаю Поставить Кресел Через Одну Будем Ставить Вот Так Отлично Я думаю Народ Будет Доволен Я не знаю Я посмотрю Может Можно Это Все Подряд Прям Ух ты Это Я Переборщил Вот Примерно Так Это Будет Выглядеть Так Магазин Закрыт Потому Что У нас Люди Не Круглосуточно Работают Что У нас Здесь И Сейчас Посмотрим Вообще Какой У нас Будет Доход Давайте Смотреть Сколько У нас Вообще Продаж Получается Смотрим Ребят Сегодня Продажи Одна Из 105 Но Это Вообще Ребят Ни О чем Видите Одна Из 105 Так 2 3 4 Давайте Посмотрим Сколько Хотя В среднем Тратит Наш Один Покупатель Поймать Момент Так 3900 Евро Довольно Так Неплохо Я вам скажу Посмотрите Как у нас Доход Вырос В разы Прямо А вот Здесь У нас Посетителей Кстати Немного Здесь У нас Продаж 12 Из 100 Ну Неплохо За сутки Нам надо По соточке Продавать Посмотрите Как Как много Денег Они тратят Здесь Просто Просто Доход Вырос Сразу Офигеть Давайте Посмотрим Сколько Этот Потратит Человек Вот Это В экономике Кстати У нас Доход Общий Составляет 5000 Евро Ну Такое Себе Такое Себе Предприятие Посмотрите Доля С продаж Торговых Точек Сразу Сразу 26 Тысяч Евро Прошлый Час Текущий Час 17 Тысяч Евро Ну Это Я вам Скажу Неплохо Да В отличие От всего Другого Да И посетители У нас Есть Ну 23 Продажи Из 100 Ну Здесь Нам Надо Конечно Следить Ребят Чтобы Продажи Были Хорошими Вот Что Именно Для Этого Делать Я Точно Не Знаю Да Чтобы Улучшить Продажи Но Я Думаю Нам Нужен Просто Больше Пассажиропоток Именно Для Этого Дела Да И Ребят Как Вы Можете Видеть Да Состояние Нашего Аэропорта Просто Отличное Здесь У нас Все Довольны Здесь У нас Недовольны Только Нефтяники Я На топливо Я Уже Снижал Эту Цену Ну Просто Очень Сильно Посмотрите 2 Цента 20 Центов За Jet А1 И за Афгаз 1 Евро Я По-моему До 8 Снижал Даже Но Все равно Этот Параметр У нас Не Вырастал Почему То А Здесь У нас Смотрите По одному Евро Доход Ну Вот С этого Магазина Вот Здесь Какой-то У нас Прям Дорогой Магазин А здесь Почему-то Очень Мало Оплата 1 Евро Так А мы Можем Это Как-нибудь Отрегулировать Давайте Посмотрим Так А что У нас По одному Евро А нет Мы Это Не Можем Это Магазин Регулирует Там Чисто Наш Доход Будет С Продаж Используем Туалет Наценка Торгового Автомата Какая-то Ну Давайте 4,9 Сделаем Обработка Багажа Обслуживание Пассажиров Длительная Автостоянка Ну Это Все Связано С другим Ну Пока Мы Здесь Ничего Отрегулировать Не можем Продажа У нас 48 Из 100 Кстати Это Неплохо Это Неплохо Здесь 14 105 Вот Это На самом деле Плоховато Но Я думаю С увеличением Пассажиропотока Естественно Продаж Будет Больше 176 Евро Вообще Мало Что-то Как-то Слабенько Ну Здесь У нас Посетителей Конечно Вроде Как Хватает Как всегда Спасибо Огромное За внимание Если Есть Какие-то Вопросы Может Что-то Непонятно Обязательно Пишите В комментарии Я отвечу Помогу Либо Пишите Мне Какие-то Предложения Подписывайтесь На канал Ставьте Лайк Скидзизы И до встречи В следующей серии Субтитры Субтитры